Алиса так смешно его боится Возможно, действительно он упал Никаких вот аквариумов Поехали за продуктами Я собирала пластиковые бутылки, чтобы летом сделать гигантский тоннель-лабиринт для своего хомяка Рики Нам сейчас администрация магазина сказала, что мы нарушили два закона Этот великий день для меня и моих муравьев наступил Блюдо от шеф-повара Энни Мэджик Времени час ночи Привет, я Энни Мэджик И так как я решила вытаскивать своих мэджиков на улицы Мой квест по следам Энни Мэджик продолжается В прошлый раз я спрятала свой тайник в Питере И пока что никто не написал правильный код из тайника И сегодня я еду в один из московских дворов, чтобы спрятать следующий тайник И тот, кто самым первым напишет код из тайника в комментариях, тому я вручу личный сюрприз Поехали! Кстати, раньше все ездили все вместе А сейчас у общественного транспорта есть своя отдельная полоса, по которой они ездят И это очень круто, потому что безумно ускоряет движение По Москве Вот так вот она выглядит, такая буковка А, и нам как бы на нее заезжать нельзя А еще в последнее время стало так много автобусов новых, троллейбусов, трамваи новенькие Почему я просто на это обращаю внимание? Потому что я несколько лет назад была в Стамбуле И там были такие крутяцкие трамваи И я думала, когда же они у нас такие будут? И вот, наконец-то, этот день настал Короче, я пришла именно сюда, потому что этот двор у меня тоже связан с воспоминаниями Я несколько лет назад снимала здесь квартиру Я помню, как здесь все было Здесь просто в одном дворе несколько детских площадок То есть тут прям несколько домов, я жила в одном из них И теперь здесь куча всего Даже баскетбол играет Прям ностальгия Вот бы у меня в те времена были такие возможности спортом Прям дома у себя практически заниматься Мячик вылетел В общем, красивенько, уютненько Все как положено Не то, что во дворе в моем городке, где я живу А вы еще жалуетесь Подсказка, чтобы найти тайник Симоновский вал 24, корпус 3 Выгул собак Запрещен Мы едем дальше И вот в ту самую секунду я еще не знала Что подписчики подарят мне Настоящего шипящего мадагаскарского таракана И улитку Ахатину Кстати, улетенка я решила назвать Гэри Как улитку Спанчбоба А вот таракашу и имя еще не выбрала Либо он все-таки будет Питер Либо Шипер Мне очень понравился этот вариант Так что голосуйте Вы знаете, ребята, что я за годный контент Поэтому я хочу сделать этот ролик для вас Максимально разнообразным и интересным Со всеми питомцами С разными сюжетными линиями и историями Поэтому, если вам понравится такая подача То поддержите, пожалуйста, меня лайком Чтобы я снимала подобные видео чаще А на моем канале Анимэджик Тоже новый ролик Одна из ваших любимых рубрик Ссылочка будет в описании Потом посмотрите А мы продолжаем Мои собаки впервые увидят нашего таракашу И киса Алиса, если она соизволит К нам спуститься А я вам еще и расскажу Не только про таракана Но и про улиточку Кое-что очень важное Про хомячка Рики И про моих муравьев Так, открываем коробочку Эйвен первым заметил Он шипит Ребята его просто нюхают А он шипит Юмичу нет Лизать его нельзя Кусать нельзя Хватать нельзя В принципе, это и есть Способ защиты Мадагаскарского таракана То есть он не кусается Он шипит Тем самым Отпугивая От себя Хищников Алиса так смешно Его боится Она просто не понимает Что происходит Вообще Я постоянно перерываю Аккуратно грунт Чтобы найти там Малыша Он всегда зарывается В землю Да В общем, я заметила Что у малыша На краешке Чуть-чуть Откололся кусочек панциря И я подозреваю Что возможно Действительно Он упал И немножко его поранил Я искала информацию В интернете И прочитала Что это не так опасно Нужно просто Чтобы у улитки Было больше кальция Чтобы она могла Восстановить Этот кусочек панциря Тем более Это молоденький Мальчик-девочка Так как у улиток нет пола Теперь мы знаем И сегодня нам со всеми Предстоит очень большой И эпичный день Я профессионал в собаках Я с ними живу очень много лет Я уже более-менее разобралась в кошек Но улиток И таракашечек У меня никогда не было И сейчас я в этом деле новичок Поэтому я начинаю изучать Кучу разной самой информации О них Чтобы правильно организовать уход Даже если все-таки Я отдам улитеночка Гэри Своим друзьям В любом случае Сейчас мне нужно Хоть какие-то минимальные требования Все-таки выполнить Во-первых И шипера Питера И Гэри Мне нужно переселить В какие-нибудь контейнеры Рекомендуются Террариумы Аквариумы Пластиковые контейнеры С вентилируемой Хорошо Плотно закрывающейся Крышечкой Мы еще вернемся к тому Что я там начиталась в интернете Когда я снимала квест в Москве Я еще не знала Что у меня будет улитка и таракан И конечно же Я не ходила в зоомагазин Там что-то для них покупать И в ближайшее время В крупный город Я поеду только через несколько дней Но сейчас Пока я не решила Что я буду делать с улиткой Отдам ее друзьям Или оставлю себе И вообще Таракану нужен тоже уход и забота В общем мы сегодня решили Отправиться с Юмичу В наш единственный зоомагазин в городке Может быть мы что-то для них там купим Всем кто живет в городе И тем более не уверен в своей собаке Я всегда рекомендую Уходить только на поводке Но мы живем в таком городке Где мы можем позволить себе учиться Ходить и гулять без поводка Ну и плюс ко всему Юми самая младшая Ей нужно как можно больше Бывать в самых разных местах Социализироваться Видеть людей Смотри сколько голубей Ты что все равно на голубей? Отойдем в нашу пятерочку Чтобы прикупить каких-нибудь продуктов Для наших питомцев И скорее всего в нашей деревне Никакого кокосового субстракта не будет И нам придется приобрести Обычную землю для растений Для цветов Но главное натуральную Без каких-либо добавок И для этого нам нужно будет найти магазин Где это можно купить Значит никаких вот аквариумов Таких вот нету, да? Вот такие, если вам для этой Улитки и таракашечки Вот такие вот эти маленькие И всего два, да? Да, и всего два И вот только эти размеры Давайте я возьму тогда оба Ладно, все, пойдем, Юмичи Солнце-то выходит, то заходит Вот такие у нас будут временные меры Для проживания А сейчас мы отправимся На поиски грунта натурального И продуктов Если у меня на канале есть улитковеды То я жду ваших советов, лайфхаков По уходу в комментариях Мне нужно разместить термоковрик И термометр Термометр, чтобы постоянно наблюдать За температурой Она в аквариуме, в котором будет жить улитка Должна быть 24-25 градусов А термоковрик, чтобы эту температуру поддерживать Но написано, что это не является обязательным Так же мне нужно будет в емкость Насыпать какой-то грунт Например, кокосовый субстракт Или землю для цветов Без удобрений и всяких микроорганизмов Для небольшой колонии террариум может быть 30 на 40 на 20 У меня всего лишь один таракан и не колония Так что, надеюсь, ему хватит небольшого террариума Конечно же, впоследствии это все нужно будет поставить в темном месте Потому что таракаши очень не любят свет Некоторые советуют на дно насыпать какие-нибудь опилки Например, сосновые Ни в коем случае не кедровые Можно положить какие-нибудь веточки Как вот здесь у меня есть веточка У таракаши вот там вот лежит Но я еще положила вот такие вот штуки От яиц Их говорят, им они очень нравятся Им можно где-то прятаться Плюс они удерживают влагу Веточки желательно должны быть какие-нибудь вот именно с мягкой корой И у таракаши тоже должно быть очень влажно Поэтому нужно соблюдать правильные условия, чтобы еда и ветки не покрывались плесенью Дай почешу тебе спинку И чтобы соблюдать температуру в террариум его будущий Тоже нужно будет поставить какой-то градусник и измеритель влажности Какие там термоковрики, террариумы и термометры Когда здесь нет даже обычного стеклянного аквариума и грунта Ну что ж, за землей мне посоветовали зайти вот в этот вот магазин Надеюсь, мы там что-нибудь найдем, да, Юмиджу? А скажите, пожалуйста, у вас есть земля для цветов? Мне сказали, к вам можно зайти А для каких? Мне не для каких, мне вообще для улитки Вот чтобы в ней ничего не было В этой земле, добавок никаких Просто вот чистая земля в составе Да, вот, посмотрите Торф, песок, мука, комплексная... А вы видите, минеральное удобрение А, все, а тогда все, тогда будет везде она А то есть, получается, пойти прям вот просто в лес И там набрать землю любую И в духовке именно проколить ее, да? Конечно, конечно А почему в духовке? Чтобы бактерии умерли? Да, чтобы бактерии все, что там будет Мало ли какие букашки, мало ли что-то Вот так вот мы выясняем с вами, как тяжело жить Людям с питомцами в маленьком городе И сейчас мы с Юмичу отправимся в пизерочку Хотя бы купить огурчиков, салатиков и что-то такое Проверка на смелость Юмичу ожидает меня, как обычно, в корзинке Что, поехали за продуктами? Чем кормить? Овощами и зеленью один раз в день Огурец, капуста, салат Вот что мы должны приобрести в ближайшее время в магазине Также все овощи и фрукты нужно мыть Для удаления химических веществ Кормить лучше в вечернее время А несъеденные остатки пищи убирать на следующий день Для роста красивой и прочной раковины улитке необходим кальций И вот здесь я столкнулась с серьезной проблемой, ребята Это молотая яичная скорлупа, пищевой мел и сепия Ни пищевого мела, ни сепии у меня нет Да, у меня есть яичная скорлупа Но ее нужно сначала тщательно помыть, тщательно высушить А потом еще измельчить в порошок И только так давать улитке Но зато, не зря я не мэджик, у меня в доме оказался 100% карбонат кальция Без всяких добавок я натерла его на терочке Очень мелко получился такой порошочек И я добавила его в землю Любимым лаковством являются фрукты Которые уже успели слегка подпортиться Хотя также могут питаться грибами и растениями В неволе мадагаскарские тараканы могут питаться Всем, что им предложат, поэтому они признаны Неприхотливыми Да, действительно, я давала ему даже хлебушек И ему, ну что ты психуешь Он очень понравился Сейчас все-таки попробую его еще раз взять на руку А, у меня получилось У меня получилось взять его в руку Почему ты именно на палец стремишься вот забраться, а? Он так шевелит усами Он сегодня такой активный У всех есть свои предпочтения И вот таракаши очень любят куда-нибудь залазить, прятаться, сидеть там в темноте А хомячки, например, очень любят туннели Несколько месяцев я собирала пластиковые бутылки Чтобы летом на улице сделать гигантский туннель-лабиринт для своего хомяка Рики Все их нужно было помыть, высушить С каждой бутылки снять пробку и этикетку, чтобы наконец начать строить На первый взгляд это легко Но моя цель была соединить бутылки в определенную надпись Хотите ли вы увидеть, чем закончится мой проект И как Рики будет бегать в этом лабиринте Как думаете, в виде какого слова будет этот туннель? Пишите свои идеи в комментарии По крайней мере здесь кондиционер И можно немножко прохладиться Нам нужны огурец Китайской капусты Обычной капусты Салатика Два ребенка в тележках встретились Возьмем самое спелое яблочко для таракана Чтобы оно поскорее чуть-чуть подпортилось Игрушку возьмем помягче Хлебушка для таракана Нам сейчас администрация магазина сказала, что мы нарушили два закона Во-первых, я вела с собой животное в магазин А во-вторых, я снимаю Обе эти вещи запрещены Я стараюсь не брать пакетики в магазинах И складывать все в портфель Так что все продукты, которые мы купили у меня в портфеле Мы потратили 149 рублей на это У меня родилась небольшая идея по поводу, где нам взять еще можно чистой натуральной земли без всяких удобрений Самое, наверное, ужасное, что я прочитала об этих существах Это то, что мадагаскарских тараканов очень часто выращивают на корм На корм, конечно же, всяким разным рептилиям, другим животным более крупным Потому что это чистейший белок И его можно есть Как мясо, как курицу, как что-то такое И я уверена, что во многих странах Я думаю, даже в России иногда Этими тараканами питаются Их жарят, их готовят в разных видах Их едят Не только рептилии животных ими кормят И сегодня, наверное, для нашего шипера, питера Это большой праздник, торжественный день Мы его не съедим И я назвала так видео, потому что для меня это шокирующий и очень интересный факт И если для кого-то это маленькое насекомое может стать питомцем домашним То для кого-то он может стать просто едой Но торжественный день сегодня не только для таракана И улетенка, который переселится в новый дом И моего хомячка, для которого я готовлю супергигантский сюрприз Но и для моей гигантской колонии муравьев Которая началась с нескольких муравьишек Вот в этой вот салатовой муравьиной ферме Вы прямо сейчас вместе со мной, своими глазами Увидите, как заканчивается глобальнейшее переселение Огромной колонии в новую ферму Кто смотрел видео с муравьями и видел, сколько их здесь было Здесь было все черным-черно, тот понимает, насколько это серьезно Вот через эту трубку целая колония переселилась вот сюда Это огромная арена, которая в несколько раз больше вот этой вот И в муравьиную ферму с двумя этажами Этот процесс занял огромное количество времени Ведь все эти муравьи, которые появились из нескольких муравьев На первом и на втором этаже Вот на этой арене переселились сюда, в эту новую ферму Из вот этой вот маленькой, старенькой По одной лишь трубочке Я подснимала весь этот сложнейший процесс Как вот эта вся колония, которая была здесь, переселялась сюда Как они перетаскивали предметы в кавычках своей мебели Как они переправляли туда матку В общем, если вы хотите такое видео, голосуйте вот здесь в опросике Там будут и другие опросы про других питомцев И я вам все подробно покажу и расскажу И сделаю хаустур по новой ферме Ну а сейчас я достаю перекрытие Которое будет закрывать проход, образованный вот этой вот трубкой В новую ферму, вот такая вот стеночка Итак, мы заканчиваем наше глобальное переселение Та часть, ребят, которая осталась здесь У них выхода уже к той ферме нет Вот они трубочки, они пустые, перекрытые И мне придется их просто переселить отсюда вручную, аккуратненько Вот сюда Арена здесь открытая, поэтому это будет очень просто Здесь антипобегом помазано Короче, этот великий день для меня и моих муравьев наступил наконец-то Я не буду командовать Юмичу идти рядом И постараюсь отпустить ее в свободное плавание Посмотрим, сможет ли наш главный следопыт найти дорогу домой Пока что Юмичу идет за мной, а не вперед Давай, Юми, ищи, где мы? Куда мы идем? Где наш дом? Юмичу, тебе нужно поторопиться, потому что у нас еще впереди очень много дел Я уже все твои ролики посмотрела Ну, хорошо, спасибо Юмичу нюхает землю У нас тут разворошили все, строят какие-то эти Она пытается, видимо, понять, куда нам надо направляться Как ты вернешься домой, если вдруг потеряешься, а? Где дом? Давай, ищи Я не подскажу Но ты в правильном направлении, Юми Двигаешься Ну что? Ну? Молодец! Молодец, моя собака! Мичу уже явно ожидает, когда я открою дверь Заходи Мне нужно все это хорошенько помыть И я начинаю готовить ужин для наших малышей Короче, в итоге взяли землю со своего участка Хорошую, привезенную нами специально И прокаливаем ее в аэрогриле Чтобы избавиться от всех микроорганизмов Итак, отели, как я их назвала То есть временное жилье для наших новых малышей До того, как я поеду в большой город и куплю им террариумы У нас обошлось в 650 рублей 400 вот этот контейнер и 250 вот этот Если для колонии таракашек используется контейнер 40 на 20 на 30 То я думаю, этого контейнера пока на первое время нашему малышу хватит И чтобы его не обклеивать, я в светлое время суток буду просто ставить его вот в такую вот большую коробку Из-под нашего собачьего корма А когда темно, доставать, чтобы как-то с ним хоть немножко общаться, привыкать к нему Здесь у нас будет стоять небольшое блюдечко В которой ватка с водой, чтобы была поддерживать влажность Юмичу, ну не трогай ты его Мебель в новый дом, переставим заодно проверим, нет ли там плесени у него Паразиты никакие вроде не завелись, но слегка есть какая-то вот опрелость, похожая на плесень Сейчас... Ты куда пополз? Ты куда? Ты куда? Питер куда-то пополз Видимо, он ищет место, куда ему можно спрятаться Тараканы хорошо ползают даже по скользким поверхностям То есть у него такие цепкие лапки, что он может подняться по стенкам Именно поэтому им нужны хорошие крышки, чтобы они никуда не пробрались Укрытие, которое ему очень нравится Наш Питер Шиппер уже там начал обустраиваться в своем новом доме Ну что ж, блюда от шеф-повара Энни Мэджик для новых членов волшебной семьи уже готовы Пока что мы можем порадовать нашего таракашу Огурчики, вот такая вот уже подпорченная грушка Немножко подтемневшая яблочко, кусочек хлебушка свежего И вот такая вот грибочек-лисичка Я прочитала в интернете, что тараканам можно кушать грибы Эту лисичку я собрала своими руками в нашем лесу Она чистейшая, экологичная Конечно же, вся еда у нас вымытая, очищенная в отличном состоянии В меню нашем в Агере у нас свежий огурчик Салатик-листик, салатик китайской капусты, обычной капусты И все это сдобрено кальцием Как я и говорила, таракашу очень нравится вот эта штучка Он там спрятался, а мы сейчас устроим ему пиршество Конечно же, за едой нужно будет следить, чтобы она не покрывалась плесенью Заменять и убирать ее вовремя Я читала, что питание таракана должно быть разнообразным Ну и вообще пишут, что его можно даже рыбьим кормом кормить Возвращаем малыша в темноту и потом посмотрим, вышел ли он на ужин Времени час ночи, у меня уже сохраняются смешилки Я уже практически сплю и только сейчас удалось доделать землю для нашего кэри Все уже, конечно же, спят, а мне нужно закончить обустройство контейнера К нам даже залетела какая-то ночная зверюшка через окно Ночная бабочка, видимо, какая-то Итак, землю я прокалила, увлажнила Она чистейшая, натуральная, без единого грамма каких-либо добавок Влажность мы пока будем регулировать вот таким вот способом Я читала, что в детском возрасте улиточкам нужно побольше кальция А ребята знакомые мне сказали, что у них улитки охотины очень любили вот этот собачий кальций 8 в 1, по-моему, называется Я уже прочитала очень много разной информации об улитках В том числе, например, что нужно обрыскивать эту будет землю водичкой тепленькой Поддерживать влажность Но я думаю, что еще пока недостаточно Я знаю, буду изучать об улитках Все, у меня уже все слова перепутались Я спать хочу, просто уже полвторого Ура! Гэри пополз в свое первое путешествие по большому дому Киса Алиса приглядывается к муравьиной ферме Закрытой от света, чтобы муравьи чувствовали себя комфортно И тоже, наверное, думает, что у нас здесь теперь целый зоопарк Эйван, вот видите, вас просит, чтобы вы не забывали подписываться на инстаграм Ну что ж, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео Вы поставите много лайков И будете ждать новостей от нас Особенно окончание строительства гигантского туннеля для реки И как живут питомцы Все, увидимся, переходите по ссылочкам на новые видео на других моих каналах Пока!